только с тестом на коронавирус вообще отказались даже у нас сейчас уборщица не убирается дома голод беременна я соболезную честно потому что она беременна от ебарова боже упади господи чё этих баб в голове просто я не понимаю с визажистом тоже классно но вот я думаю мне дима посоветовал говорит давайте по эфиру проводи там совместно с кем-то думаю что сейчас сделать все равно скучно ты сама не можешь убирать ну смотрите вот кстати кто-то мне уже по этому поводу говорил я вам сейчас расскажу что попить только себе нальем короче вот есть же разница да ты когда ты убираешься дома ты делаешь все равно поверхность уборку а здесь девчонки раз в неделю вы заплатили всего полторы тысячи рублей полторы двухкомнатная квартира она тебе и гладит даже и белье постельное меняет и стирает и вообще делает абсолютно все я считаю что это классно ну почему бы нет в этом чего такого нету болт не бери я слышала что пингвинова беременна ты такая милашка я не знаю сколько детей у ебарова мне все равно сколько бы у него не было ему на всех наплевать спасибо совет за совет для душ про бровей она очень круто очень круто блин ребят сейчас это даем этот бутерброд так какая муха тебя укусила что началась настроить отношения муха дом 2 блин мне еще плевать на вашу голд покажи диму дима на работе блин слава богу я его доела господи мне кажется вечность прошла так ваши пижамы больше нельзя ребят я не занимаюсь больше пижамами у меня на остатке покажу большая коробка всякого и там разные пижамки вот соответственно несколько из них они просто одинаковые знаю что я носить не буду ну как бы если будут через сколько лет через десять потому что они вообще знаковый по цвету там по фасону я решила разыграть их с димой мы познакомились на бале там значит есть такой чат в телеграме типа чат знакомства там все русские когда приезжают там регистрируются ну типа не не рекомендуется тип туда заходят и начинают писать привет я там приехал кто где тусит типа балетка большая-большая деревня там где много русских вот и я туда написала в этот чат ответил дима со своим другом типа вот а мы типа мол тоже здесь на бале вы где я громы типа в семеняке он такой говорит блин и мы тоже скинь типа геолокацию где именно я скидываю он говорит так типа в смысле 70 метров друг от друга игру может мы в одном отеле типа отдыхаем он такой ну как название отеля короче оказалось что мы в разных отелях соседних прям через ну то есть это наше это его вот они к нам вечером приехали дима с другом сашей вот вот так вот мы начали общаться и потом он уехал с бали в москву я там поехала мурманск мне надо было по делам съездить и потом приехала к нему вот собственно такая вот история у нас знакомства вали это такое место но дает людей и забирает людей собственно сыром и на бали перестали общаться вот маргош скажи пожалуйста савкина нормально или она реально больная на всю голову алкоголичка ложится со всеми подряд в постели какая она была когда ты находилась на проекте ребята насчет савкиной и вообще в принципе да насчет любой девушки которые там находятся и которые меняют своих мужчин как перчатки я считаю это ну простите как как метро до девочка метро то есть ну типа заходите с я такая вот вся на следующей станции можете выходить во мне в меня все равно зайдет следующий но может быть это грубо но если ты простите раздвигаешь ноги на всю страну с уже каким-то по счету мужиком учитывая что у тебя есть ребенок и из твоей жизни наблюдают очень много людей эти все мужики за очень короткое время я не знаю как по-другому назвать только как девочка метро я считаю что это ужасно честно вот ну то что я вижу да не я в принципе тнт не смотрю не всегда практически выключен телевизор либо включен сериал сейчас вообще выключен мне скидывают информацию разную этом анонсы я просматриваю иногда мне волосы дыбом а еще еще в шоке оказывается что они вчетвером живут в одном доме типа или сколько там в пятером она мать ребенок илья и настя голд как можно узнать как можно жить то есть у тебя две бабы одну ты в прошлом трахал другой сейчас спишь там ребенок совместный теща бывшая вот это вообще абсурд я считаю такой и если там да тнт раньше мог как-то показывать какой-то положительный пример да то сейчас простите вы что показываете это то же самое что если например как брат с сестрой начали бы спать ну вот как инцесса или как он там называется но это ужасно господи поскорее бы это все там вот это вот грязь закончилась как вы это смотрите ну что вы решили будете переезжать или в квартире остаетесь ребят мы короче посмотрели два варианта нам не подошло плюс сейчас этот коронавирус квартиру эти люди которые сдают квартиры они просто на такси передают ключи ты едешь смотришь и обратно на такси ключи передаешь то есть это даже не видишь жильцов которые сдают тебе квартиру короче мы смотрели тонхаус стоит 80 тысяч рублей в месяц находится он рядом с домом 2 прям это поселение сосенская там там собственно и площадка подмосковье но это короче где внуково аэропорт вот в том районе 80 тысяч рублей в принципе для трехэтажного тонхауса это вообще я считаю недорого мы за такие же деньги сейчас снимаем в москве квартиру двухкомнатную там трехэтажные там несколько санузлов вообще классная но дима сказал сейчас вирус закончится будут пробки оттуда просто будет очень долго ехать до офиса ему и поэтому пока что отпадает этот вариант плюс он там еще один посмотрел тоже что-то не понравилось всего-то больше смотреть ты нечего да то есть есть все равно какой-то определенный бюджет ты не хочешь там тратить больше там 100 тысяч рублей в месяц на съем жилья это я считаю вообще неразумно так вот короче поэтому пока что мы живем здесь вообще у димы просто часто ночует ребенок но не то чтобы часто там получается неделю он живет короче через выходные получается сын остается у нас дома и я говорю что сыну нужна отдельная спальня вот и поэтому поэтому мы хотим побольше квартиру расскажи про d2 стоит ли идти я сейчас общаюсь с участником он зовет меня господи ну если тебе от 18 до 24 то думаю что стоит это хорошая площадка где ты можешь себя раскрутить свой инстаграм а потом на этом инстаграме зарабатывать ну блин не знаю короче решайте сами тут я вам честно не советчик так зп на доме 2 а я вроде бы снимала уже рубрику не рубрику короче я видео какое-то записала диакрашусь и рассказывала про зарплату ну блин я прям перед попался если хотите давайте продолжим точнее я могу это здесь вам рассказать про зарплаты на доме 2 чтобы телефон поставлен на зарядку может резко выключить в общем смотрите насчет зарплат значит когда ты приходишь на проект ты получаешь там ничего то есть по контракту у тебя ты подписываешь договор о том что у тебя сейчас испытательный для какого поставить что у тебя сейчас испытательный срок просто не хочет стоять у тебя сейчас испытательный срок ты вообще ничего не получаешь испытательный срок на момент когда была там я это было там сколько 9 месяцев назад или год даже то год но еще года нету 9 месяцев где-то вот получается за три месяца ты ничего не получаешь если ты контракт потом с тобой дальше тнт заключают и ты получаешь сто десять тысяч рублей за то что ты находилась там три месяца если тебя выгоняют то ты получаешь как есть там какая-то типа прожиточный минимум на человека ну там чуть типа там сто рублей за за день например и тебе там по окончанию 100 дней выплатят там грубо говоря там сколько там ну шесть тысяч рублей может ну примеру что ты там участвовал в съемках в этих вот и тебя выгоняют вот ну получается что дальше зарплаты там варьируются от 17 до 150 тысяч рублей 17 тысяч рублей получают самые не рейтинговые участники момент когда я там была могу сказать что это была зарплата блин опять я забыла какой зовут короче была девочка такая маленькая ей было 17 лет такая красивенькая она еще с мамой приходила на проект не такие глаза большие она еще забеременела якобы от блондина не помню но если кто помнит круче вот она например получала 17 тысяч рублей таких участников было много очень даже их имен ну не вспомню да и возможно это даже ваши любимые участники которые так зарабатывали у меня зарплата была 95 тысяч рублей больше мне ставить не хотели поясняю это тем что сейчас нету ставок что типа вот мол рейтинги ты даешь хорошие да и платить тебе можно 150 но извините пока что у нас весь состав как кто кому платит тнт по 150 он укомплектован да это там саша например это майя это марина ну то есть это старички да там это оля кто там еще кстати вот по моему оля получает больше чем дима например также там саша получать больше чем ёси ну может быть сейчас мы там уже подняли зарплаты всем парам по 150 но я очень сомневаюсь вот потом дальше вот я когда была миленка еще была с лёхой и у лёши и у милены им тоже не хотели давать зарплату по 150 хотя они тоже давали высокие рейтинги но потом уже дали когда я уже ушла уже согласовали по 150 тысяч рублей вот в принципе да такие зарплаты когда ты там находишься тебе кажется что ты зарабатываешь мало отвечу да на вопрос почему ты находишься в кадре тебе нужно постоянно новые вещи если вы думаете что находясь там нам предоставляли какую-то одежду предоставляют ну рейтинговым участникам то есть раз в месяц у нас рекламный отдел спросил список типа напиши что тебе нужно например конкурс свадьба на миллион да я вам пишу мне нужно пять платьев на каждый выход то есть каждое воскресенье они окей согласует плюс я пишу мне нужен маникюр педикюр наращивание волос наращивание ресниц там косметолог и так далее вот я как допустим рейтинговый участник до топовый я могла себе это позволить но не все могут себе это позволить если ты как бы ну на проекте еще даже там трех месяцев то тебе максимум что могут позволить это спустя месяц это сделать маникюр и педикюр так вот я это к чему что тебе вот это вот вроде бы типа согласует но это очень долго я такой человек я не могу ждать месяц чтобы мне предоставили шоурум чтобы я в нем выбрала одежду потом черт знает через сколько мне эту одежду привезут я ее еще должна отфотографировать отснять короче мне просят чтобы я пошла купил за свои деньги это все на очень очень быстро происходит вот плюс на тнт например нельзя носить черного когда туда приходишь у половины людей это то есть вот просто 90 процентов черных вещей тебе необходимо просто покупать новые вещи ты сразу не можешь себе пойти позволить там до на 150 тысяч закупить себе там этих вещей поэтому ты каждую зарплату тратишь и тебе кажется что ты нихрена не зарабатываешь потому что тебе начинают писать вот а чё ты в одной и той же куртке сидишь вот а чё у тебя там кофта одна и та же короче ты начинаешь одеваться для того чтобы в кадре быть красивой раньше несколько там может быть четыре года назад еще рассказывали ребята что привозили целые такие баулы клетчатые со шмотками ты мог просто себе забирать ну все что хочешь сейчас такого уже нету потому что как правило ну не всегда реклама эффективна да и такого уже обрала шмоточного его нету на тнт там есть определенные магазины с которыми они сотрудничают но не очень долго найти по бартеру сейчас вот именно для тнтшников я вот девочка переписывалась насчет воздушных шаров я говорю там по рекламе можно но ой не по рекламе не буду я на доме 2 рекламировала и херня полная ну то есть не блин даже не хочу эту тему короче затрагивать вот что еще там на этом проекте а ну и вот и ты получается тратишь эти деньги на эти шмотки плюс тебе предоставляют раз в неделю там продукты там такой огромный завоз товара вообще разного при том что сами участники выбирают что они будут есть они приходят и оптовую закупку делают у админов на на всех участников сц отдельно дом 2 отдельно но как правило это все поджирается очень быстро потому что участников много отжирать хочется и соответственно ты все равно идешь магазин и докупаешь что-то себе на невозможно есть одно и то же но согласитесь как год живешь ну просто одно и то же ты хочешь не хочет идешь магазин и начинаешь покупать там авокадо например я люблю да его не привозят там не знаю может рыбки красные тебе там захотелось ты пошла купила себе там кто-то кто курит они покупают сигареты себе кто-то пиво захотел пивасик пошел купил квас там еще что-то короче ты в любом энергетике ты идешь в магазин и ты что-то себе покупаешь плюс шампуни лайки для волос косметика никто этим там не спонсирует поэтому деньги которые ты там зарабатываешь ты простите даже накопить не можешь то есть ты просто тупо всю зарплату сливаешь если ты жила бы за проектом то может быть ходила бы в одной куртке и нормально по тебе было да но как находишься там тебе нужно чтобы тех минимум там 10 было ну я к примеру говорю поэтому ты тратишь деньги туда куда бы ты в жизни не тратил поэтому кажется что ты зарабатываешь мало плюс только нервов ты тратишь да ну вот так вот так покажи свой маникюр у меня уже отросли ногти не могу найти кто сделает тушь для бровей называется вивиан сабо у меня номер два так милена хорошая девочка мы с ней общаемся на доме 2 есть сценарий ну блин как вам сказать вот есть на эти заходные крысы вот они приходят в кабинет им чё редакторы скажут что не то и делают есть люди которые боятся оттуда уйти вот типа лёха например безусы да он просто не захотел уходить ему деньги дом вот который там да им дает сейчас дом 2 это ему важнее поэтому отсюда и вопрос играет ли человек или не играет ну играют там 90 процентов людей играют просто 10 из них не знают что их вторая половинка играет вот и все каждого каждого участника там своя договоренность с продюсером у меня высшее образование в москве очень дорогие квартиры от слова вообще совсем я не знаю видела что пингвиново беременно что думаешь про это ну можно я без комментариев честно ребят я веду свой инстаграм я блогер это тоже считается работа потому что инстаграм не приносит деньги была когда-либо короткая стрижка мне вообще короткие волосы не нравятся ты же не любишь чужих людей ребята вы откуда эту информацию вообще берете из дома 2 я была бы была бы вашим мужем или вашей женой да ну ваша вторая половинка или вашей мамой запретила бы вообще смотреть эту передачу но откуда вы такую чушь вообще берете то что вам говорят вы же сериалы смотрите уже этих актеров потом не приписываете им какие-то роли так там точно так же каждый отыгрывает свою роль так так лера лера да вот девочка лера она получала 17 тысяч рублей я получала 95 опарыш получал 150 тысяч рублей сейчас может быть меньше после последнего его прихода привет архангельск у меня есть тикток да я иногда схожу с ума там у меня никаких отношений с голд нету и быть абсолютно не может не устали за 15 лет придумывать сценарий а там придумывать то и не надо там редакторы все здесь как бы ну совместно с участниками все делают участники для того чтобы остаться на многое готовы даже рожи дружок убить дима солдатов как спонтировал дом 2 что он с твоими у меня вообще не так трудимо солдатов так смысл ноги рвутся на проект но бесплатная колбаса тоже все равно есть так дом 2 и сама не смотрю кастинг пройти ребят кастинг пройти сложно очень сложно нет такого что ты пришел и тебя сразу взяли самый главный вопрос который у вас будет спрашивать надежда ермакова твоя цель нахождение на телепроекте зачем ты нужна дома 2 если на этот вопрос ответишь просто вот я такая яркая такой как меня нету вы не пройдете на проекте нужна история смотрите дом 2 они снимают сериал долгий долгий сериал и чтобы твоя тебя туда впустить в этот сериал да у тебя должна быть какая-то роль вот роль кого тебе должны выдать в этом сериале роль провокаторши например да но тебя за слова потом за твои будут подтягивать либо тебя просто кавуарно выгонят с проекта роль провокаторша и не знаю роль разлучница там роль не знаю какой-то несчастной девицы которая пришла влезла в отношения или роль матери-одиночки ну короче разное что ты можешь дать проекту такой вопрос тебе будут задавать прийти просто тупо построить отношения это фигня ты можешь дойдешь до лобного места но вероятность что ты там останешься минимальная расскажи про голосование а что именно про голосование кого надо убрать того убирают все просто участники 50 на 50 иногда мы знаем кого надо убрать иногда редакторам абсолютно все равно и мы выбираем кого хотим это же все логично смотрите когда на голосование ставят например Савкина Рапунцель Оля Дима Дмитриенко и еще кого-то логично что эти три человека первых это просто для того чтобы обсудили четвертый идет на слив так было всегда или два человека например поставят там блин я даже не знаю кто там есть Захар например Саленко его девушка это два номинанта и еще два это какие-то новички которые вообще абсолютно никому кричат стариков их очень редко выгоняют это просто для того чтобы было интересно смотреть вам эти темы их обсуждают это логично иммунитет эти все мы всегда знали где шарик находится этот с иммунитетом блин ну не все конечно но старички знают так ладно ребят короче я уже устала трещать давайте завтра выйду продолжим обезьяна ой господи а ты-то Шурочка 565 видела свое личико это короче ребят всем пока 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 Продолжение следует...